Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Панау Исимбекова, сурдоперевод Марата Шумабекова. Обеспечение школьников компьютерной техникой, ремонт и строительство социальных объектов, а также ряд других тем, рассмотрены сегодня на аппаратном совещании под руководством Акима области Аманды Кабаталова. 24,5 тысячи единиц компьютеров доставлено в область для решения проблемы дистанционного обучения детей. Планомерно решается и доступность интернета в отдаленных аулах. До конца года в 36 населенных пунктах появится широкополосный и 88 мобильный интернет. Наряду с этим в рамках госпрограмм ведется ремонт 58 объектов образования, 17 из которых сдадут в ближайшее время. Несмотря на засушливое лето и связанный с этим низкий объем поливной воды, уборка урожая сахарной свеклы началась по плану. Уже со 2 октября сахарные заводы Куксусского и Аксусского районов начали прием сладкого корнеплода. Заблаговременная подготовка позволила досрочно дать централизованное тепло в жилой сектор и бюджетные учреждения. Вместе с тем особое внимание Аманды Кабаталов уделил и вопросу трудоустройства населения, поручив ответственным лицам взять на контроль реализацию государственных программ ЕМБЕК и дорожная карта занятости. На сегодняшний день в Алматинской области трудоустроено свыше 20 тысяч граждан. В будущем году планируется создать столько же временных рабочих мест. Контролируйте по дорожной карте бизнеса постоянные рабочие места. По программе ЕМБЕК постоянные рабочие места и микрокредиты и другие освоения денег. Специально на заседание аппарата Акима были приглашены государственные служащие, проявившие активную гражданскую позицию в период чрезвычайного положения и карантина, объявленных в период пандемии коронавирусной инфекции. Им Аким области передал государственные награды Халык Алгасе, учрежденной главой государства именно для тех, кто активно борется с распространением болезни. А Акиму села Буралдай и Лийского района Даньяру Кунырбаеву Аким области вручил благодарственное письмо. Даньяр стал победителем республиканского конкурса в номинации «Лучший Аким села». Новая модульная инфекционная больница открылась в Талдыкургане. Она возведена в рекордно короткие сроки, всего за 55 дней. Оснащенную новейшим оборудованием и соответствующую всем международным стандартам специализированную клинику торжественно открыл Аким Алматинской области Амандык Баталов. Новая инфекционная больница находится на правом берегу реки Каратал, построена на территории около пяти гектаров и рассчитана на 200 коек. Это самая крупная такого рода больница в ЖТСУ. Она возведена для того, чтобы спасти людей от тяжелых инфекционных болезней. Для защиты здоровья населения мы будем делать все возможное, сказал глава региона на открытии. Известно, что на борьбу с коронавирусной инфекцией с марта по август из бюджета Алматинской области было выделено 12 миллиардов тенге. С сентября в регионе идет активная подготовка ко второй волне, которую ожидают медики. А на вторую волну только мы 7 с лишним миллиардов тенге. Здесь все есть полностью. Это специализированные медицинские учреждения, где будут лечить именно инфекционные больницы. В первую очередь коронавирусную инфекцию, пневмонию коронавирусную. Самое главное, чтобы люди им пользовались. И здесь самое главное пожелание, чтобы никто не умирал, все выздоравливали. И вот людям белых халатов говорили огромное спасибо. Больница умная. Здесь на страже здоровья самые современные цифровые технологии. Осмотр больного будет проводиться бесконтактно. Наблюдение по видеосвязи. Автоматизированная система позволит оперативно отслеживать состояние пациента, а также контролировать перемещение персонала по зеленой и красной зонам. Очень много врачей пострадали от заболевания ковид. И из-за того, что было очень много контактов. Сейчас мы разработали ситуационный центр с помощью планшетов. Программное обеспечение нам показывает мысль. Будут вводить сюда данные каждых пациентов. И по таким параметрам, как пульс, сатурация, артериальное давление, частота дыхания и температура. По этим данным будут вбиваться в планшеты. Это минимизирует контакт врачей. Помочь врачу в ежедневной работе окажут и другие ультрасовременные приборы, которыми оснащена каждая палата новой больницы. Кроме диализных аппаратов, здесь и рентген-кабинет последнего слова техобеспечения, в его оснащении и передвижные мини-рентген-девайсы. Применились современные технологии. Есть вторая кассета цифровая, которая работает с применением Wi-Fi. То есть я могу эту кассету применить не только здесь, на рабочем столе. Я могу ее понести, допустим, тяжелый пациент, которого мы не можем переложить на стол в силу каких-то обстоятельств, чтобы его не травмировать лишний раз. Я могу саму кассету под него подложить, снять. И снимок передаст модем на основной компьютер. Либо, если я подсоединю свой телефон, свой планшет, сразу вывести на планшет. Десять палат в больнице с отдельным входом. Для того, чтобы прибывшие машины скорой помощи с больными не стояли в очереди, одновременно могут работать пять приемных покоев. Наряду с этим действует умная вентиляционная система. Отличные условия созданы. Теперь дело остается только с заквалифицированными кадрами. В новой больнице будут трудиться более ста медиков. На сегодняшний день у нас все врачи и средний медперсонал укомплектовываются. У нас есть меморандум заключен между двумя высшими учебными заведениями, которые сейчас на сегодняшний день предоставили нам 10 молодых специалистов. Они уже приехали, часть из них, часть приедет дополнительно. Это инфекционисты, акшер-гинекологи, реаниматологи. Остродефицитные специальности. Первым руководителем области проработанный жилищный вопрос медработников. Прибывшие на постоянную работу врачи и средний персонал без жилья не останутся. Мы должны специалистов привлекать. Один еще медицинский дом построили. 60-квартирных и плюс особенно молодым в коттеджном городке. Вот там мы 47 коттеджей для медработников, для медиков. Все условия. Они пришли помогать, спасать людей и будут где-то жить в суши. На квартире или где-то. Тем более это поручение президента нашей страны, Хазмуджимар Кемеевич. В этом году в Алматинской области строится 18 объектов здравоохранения на общую сумму более 12 миллиардов тенге. Еще 10 врачебных амбулаторий возводятся по программе «Дорожная карта». В рамках подготовки к возможной второй волне коронавирусной инфекции из областного бюджета было выделено дополнительно более 7 миллиардов тенге. На эти средства закуплено новое оборудование и построено 10 кислородных станций. Село Колыбель страны. По специальной программе развития сельских территорий АОЛ Ельвесыгэ сразу четыре крупных проекта реализуются в Искельдинском районе. Ход работ глава области инспектирует сам, делая особый акцент на качество, поскольку в программу вошли стратегически важные объекты района. Центральная больница Искельдинского района – учреждение собственной истории. Ему 52 года. Капремонт проводился впервые. По программе АОЛ Ельвесыгэ проведена полномасштабная реконструкция. Полностью каркас стены сельского усиления мы сделали. Отделочные работы внутренние, наружные. Также инженерные сети, также наружные. Полностью теплотрасса, водопровод, канализация, электричество, электроснабжение. Кровли заменили, утепление сделали. Договор у нас на сумму 873 миллиона. Из них мы освоили на данный момент 90%. Благоустройство как закончено, в течение 10 дней освоим остаток. Работы по благоустройству должны быть тщательными. Из виду нельзя упускать ни одну малейшую деталь, заявил Аким Алматинской области в ходе рабочего визита на объект. Глава ЖЦСУ отметил, что благоприятные условия для пациентов должны быть созданы на всей территории больницы. Как доложили Аманды Кубаталову, в рамках подготовки ко второй волне коронавируса в медучреждении возвели кислородную станцию. Она даст возможность обеспечить жизненно важным элементом одновременно 60 пациентов. Кроме этого, есть передвижной комплекс. В целом, к повторной волне COVID-19 больница прибывает во всеоружии. При необходимости учреждение готово экстренно развернуть 120 коек. В наличии у нас имеется 40 концентраторов кислородных. Было 5 ИВЛ-аппаратов. На сегодняшний день 7 ИВЛ-аппаратов. Для района это достаточно. Также лекарственное обеспечение. У нас в трех пятимесячный запас лекарственных обеспечений есть. На 87% обновлено оборудование. В целях безопасности пациентов во всем здании установлены видеокамеры. Также по всей больнице установлена система экстренного реагирования. Но, учитывая и быстрый прирост населения и возможную необходимую реабилитацию пациентов, отделение необходимо расширить, поручил глава области. Помещение чуть больше делайте. Да, надо больше делать. Вот это маленькое. Несколько помещение в этом. Да, надо расширить. В рамках развития массового спорта строится в райцентре физкультурно-оздоровительный комплекс. И работы вызвали одни нарекания. Вмятины и широкие зазоры на фасаде здания видны невооруженным глазом. Немалую порцию критики Акимобласти высказал и касательно возведения зала для командных видов спорта. Покрытие игрового поля и входная группа не соответствуют требуемым нормам. Акимобласти потребовал от уполномоченных лиц внести изменения в проект. Все, кто здесь будет играть, игровые виды спорта, которые будут этот, все будут потом травмированы. Вот на таком бетонном поле попрыгать, твой 6-миллиметровый, этот тебе никакую амортизацию не даст. Там, где игровое поле, там должны быть плавающие полы. На особом контроле Акимобласти жилищный вопрос и, в частности, ход реализации масштабного проекта «Коттеджный городок областного центра». По программе «Нурлыжол» в общей сложности здесь расположится 620 домов. Предназначены они для категории социально уязвимых семей. На сегодняшний день выдано 157 коттеджей. До конца этой недели здесь вновь отметят новоселье. Акимобласти поручил особое внимание уделить благоустройству на территории коттеджного городка. Вдоль каждого дома необходимо провести озеленение. Также глава ЖИЦУ потребовал создать на объекте коммунальную службу, которая будет следить за чистотой, порядком, обустройством и эстетической красотой городка. Большого внимания, ко всему прочему, заслуживает тема проведения досуга жильцов. Чтобы в свободное время горожане проводились с пользой, на территории городка строятся игровые и спортивные площадки. В дню города мы собираемся вручить ключи 71 коттеджа. И к концу ноября собираемся ввести в эксплуатацию остальные 349 коттеджей. Сегодня Акимобласти поручил из них именно по трассе 48 коттеджей вручить ключи медицинским работникам. Неподалеку от коттеджного городка в селе Энтымах началось возведение школы на 1200 мест. Власти города планируют сдать этот объект в сентябре следующего года. Ну а пока дети ездят учиться в соседнее село Отенай. Специально для их подвоза закуплен современный автобус отечественного производства с кондиционированием и видеонаблюдением салона. Он один из 71 закупленного для подвоза школьников в разных регионах области. Ознакомился глава ЖТСУ с ходом капитального ремонта в средней школе номер 21 в Утенае. На сегодняшний день выполнено 90% работ. По словам градоначальника, до конца этой недели строители всё закончат. Стоит отметить, что за счёт реконструкции здесь появилась первая в сельской местности стим-лаборатория. Она включает в себя четыре направления – инженерное дело, программирование, робототехнику и 3D-моделирование. «При помощи 3D-принтера мы создаём разные конструкции. Этот процесс очень интересный и познавательный. Также у нас есть современные конструкторы для занятия робототехникой». Подводя итоги объезда, Аким области поручил уполномоченным лицам держать ход реализации объектов на постоянном контроле. Систематически руководители управлений и Акимы городов и районов должны докладывать о проводимых работах и следить за качеством. С начала года в Алматинской области зафиксировано 799 пожаров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается спад на 20%. Однако без жертв не обошлось. 526 чрезвычайных происшествий произошло в жилом секторе. 20 человек погибло. Сумма ущерба составила более 64 миллионов тенге. Такую статистику привели сотрудники департамента по ЧАЭС на брифинге в ЖТСУ Медиа. Большинство пожаров, отмечают специалисты, произошло именно из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. В связи с чем ведомство проводит регулярную профилактику среди населения. К примеру, проводятся подворовые обходы, устанавливаются специальные датчики угарного газа, проверяется состояние печей. ДЧС Алматинской области еще раз призывает соблюдать простейшие правила и нормы пожарной безопасности. Особенно с наступлением холодов при эксплуатации печей быть максимально бдительными. Хотел бы напомнить еще раз, что надо, как говорится, поговорки сани готовить с лету на зиму. Это в данный момент пока еще тепло. Посмотреть на исправную свою пищу, в первую очередь на ее тягу, посмотреть, имеется ли в водяной системе вода. Если она отсутствует, то это может привести к взрыву самой печи, а также убедиться, что печь в целом готова к отопительному сезону. Опасный уровень загрязнения воздуха зарегистрирован в столице. Нурсултан сегодня вновь окутал смог. Густой туман с утра можно было наблюдать в нескольких районах, сообщает корреспондент Хабар-24. По данным сайта Казгидромет, на котором публикуют данные о состоянии атмосферного воздуха, на двух метеостанциях зафиксирован опасный уровень его качества. В частности, запах гари ощущали жители Левобережья. Специалисты экологии сходятся во мнении, что причиной высоких показателей углекислого газа в атмосфере мегаполиса использование угля при растопке печей. С завтрашнего дня театрам Южной столицы разрешили возобновить свою работу. При этом залы смогут заполняться лишь наполовину. Зрители при рассадке должны соблюдать санитарную дистанцию, а руководство объектов культуры обязали обеспечить бесперебойную вентиляцию. Вместе с тем, пунктам общественного питания продлили время работы до полуночи при условии не проводить коллективные мероприятия. Статус растет. В этом году по поручению главы государства заработная плата учителей возросла на 25%. С сентября, согласно закону, о статусе педагога дополнительно добавилось несколько новых топлат. Какие изменения коснулись сферы образования, расскажет наш корреспондент Евгения Присяжная. Внимание к образовательной сфере связано с ее обновлением и повышением престижности профессии учителя. Для этого предпринимаются все необходимые меры. Повышаются заработные платы. В текущем году они выросли на четверть, а за четыре года поднимутся в два раза. Также предусмотрены доплаты за наставничество и педагогическое мастерство, за классное руководство и проверку тетрадей. А преподавателям, работающим в сельской местности, оказывается социальная поддержка по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива. Два года назад моя зарплата составляла 150 тысяч деньги, а сегодня получаю 250 тысяч. Это связано с тем, что теперь зарплата учителя напрямую зависит от доплат, которые он получает. Они увеличены за классное руководство и проверку тетрадей, а также квалификацию. Вместе с тем, оказываемая поддержка государства и комфортные условия служат стимулом молодым педагогам для работы в сельских школах. Так, к примеру, средняя школа гимназии имени Жалаири в Коксуйском районе в этом году пополнилась составом из семи молодых учителей. В целом, район уже не испытывает острой нехватки работников образования. За последний год в район прибыло 30 молодых специалистов образовательной сферы. 29 из них по программе с дипломом в село. Им было предоставлено жильё, и с 1 сентября они приступили к своим обязанностям. Хочется отметить, ещё два года назад минимальный показатель по зарплате составлял 80 тысяч тенге. К настоящему времени он возрос до 120 тысяч. И это у молодых специалистов. Педагоги же с высокой квалификацией, а также те, кто ведёт классное руководство, получают до 450 тысяч тенге. Для привлечения молодых специалистов в сферу образования была разработана госпрограмма с дипломом в село. За 10 лет в Алматинской области по этой программе было привлечено порядка 5 тысяч молодых педагогов. Реализация этого проекта предусматривает меры социальной поддержки в виде выплаты подъёмного пособия в размере 100 МРП или 277 800 тенге, а также бюджетного кредита на жильё в сумме не превышающей полторы тысячи МРП или 4 миллиона 167 тысяч тенге. По данной программе молодые специалисты получают подъёмные, а также кредиты с низкой процентной ставкой для приобретения жилья. Согласно закону о статусе педагога, педагоги имеют право служебное жилье или же на пшежитие, или же получать земельные участки также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, то есть на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Важно отметить, нормы закона проекта касаются деятельности педагогических работников всех уровней образования, включая дошкольное и специализированное. К слову, на сегодняшний день в Алматинской области функционирует 776 школ. 760 из них государственные. Дошкольных организаций более 1180, из которых 183 государственных, 639 частных, а также 359 детских мини-центров. Евгения Присяжная, Аблай Кутыкбай, телеканал ЖТСУ. Связь поколений. Путь опытного учителя – пример для молодых специалистов. Это стало главной темой круглого стола, организованного в стенах управления образования Алматинской области. Здесь прошла творческая встреча ветеранов педагогического труда и молодых преподавателей. Более 42 тысяч жителей Алматинской области носят гордое звание – учитель. Ежегодно ряды преподавателей пополняются выпускниками педагогических вузов и колледжей. Во многом своей работе они опираются на опыты более умелых коллег. Так, молодые специалисты, совсем недавно переступившие порог образовательных учреждений, поздравили старших коллег с профессиональным праздником и получили ответы на интересующие вопросы. В рамках встречи также обсуждались вопросы психологического характера. Как педагогу воспитывать молодое поколение, передавать знания, а также проявлять авторитет и лидерские качества. В этот знаменательный день ветераны педагогического труда и заслуженные деятели сферы образования поделились личным опытом и дали советы молодым специалистам. Я считаю, что это очень важно, ведь это укрепляет преемственность поколений. Безусловно, для каждого педагога лучшая награда – это успехи и достижения учеников. Мурат Буланов – преподаватель 24-го Талдыкурганского лицея, обладатель звания «Лучший педагог». За 14 лет работы он воспитал и выпустил немало учеников. Под его чутким руководством двое учащихся дважды становились победителями в республиканских олимпиадах. Садыханов Абин – ученик 11-го класса. На данный момент участвует в Международной олимпиаде Тюймаада от нашей области. По Казахстану в этой олимпиаде участвуют двое ребят. Один из них – наш ученик. Желаю ему победы и творческих успехов в дальнейшем. Представители областного управления образования отметили важность регулярного общения молодых педагогов со старшими коллегами. И заверили – подобные встречи поколений станут традиционными. Один из могул в Амиреет Кадырбай Казажаев, Курманбаев, телеканал ЖТСО. Во Франции свыше 12,5 тысяч новых заражений, свыше 1300 человек находятся в реанимации. Париж и пригороды переведены в режим максимальной тревоги. Это означает, что повседневная жизнь будет еще больше ограничена. В числе мер, которые предпримут местные власти и префектура, значится закрытие баров. Ресторанам и кафе, как полагается, работать разрешат. При этом правила санитарной безопасности ужесточат. В Москве с сегодняшнего дня для школьников начинаются двухнедельные каникулы. Источники Интерфакса предполагают, что после их окончания учащиеся продолжат обучение, но уже дистанционно. За 24 часа в России выявили почти 10,5 тысяч заболевших COVID-19. Это рекордный суточный показатель за последние пять месяцев. Египетские археологи объявили о новой крупной находке в древнем некрополе Саккара, расположенном в 16 километрах к югу от знаменитых пирамид Гизы. На свет были извлечены 59 саркофагов эпохи 26-й династии. Большинство саркофагов в прекрасной сохранности. Сохранились цвета, в которые они были окрашены. Эти гробы, запечатанные более 2,5 тысяч лет назад, относятся к позднему периоду Древнего Египта, примерно в VI или VII веке до н.э. Предварительные исследования показали, что саркофаги, вероятно, принадлежали жрецам и вельможам. Все мумии прекрасно сохранились. Команда «Эстю США» по пляжному футболу заняла второе место на чемпионате Казахстана. Первенство страны проходило в городе Шымкент. Всего было два тура. В первом земереченцы навязали практически всем соперникам свою игру, уступив лишь команде «Арман». Второй тур оказался не менее удачным. Игры проходили по круговой системе. В финальной встрече Алматинская область проиграла главным фаворитом все той же команде «Арман» со счетом 2-4. Таким образом, команда Алматинской области получила право выступать в Лиге Европы. Важно отметить, что все наши спортсмены из Алматинской области и играют они под эгидой «Эстю США» по игровым видам спорта. Первое место заняли 13-й год подряд – это клуб «Арман», чемпионы Казахстана. Второе место – наша школа. Третье, четвертое место – это Чемкент и Малая Сара. По итогам чемпионата Казахстана призовые первые две команды могут поехать на чемпионат Европы, Евролига по пляжному футболу. Планируем мы сроки примерно октябрь-ноябрь. Если Евролига по пляжному футболу будет, то наша команда, в принципе, готова поехать на этот турнир. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин